Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. 13-15 лет колонии общего режима. Приговор за терроризм и бандитизм двум участникам нападения на Буденновск в 95-м году. На какие факты опираюсь вы мне дали 15 лет? Вот этот вы обоснуйте. Три экологических соглашения на миллиард рублей. Делегация Ростовской области участвует в столичной выставке «Экотех». Необходимо принятие на федеральном уровне методики, которая позволит определять размер вреда насаждения и взыскивать свиновных ущерб. Самый большой теперь еще и самый комфортный. Донецкий двор в 2 гектара первым преобразился по федеральной программе. Я поменяла килограмм колбасы или 2 килограмма на площадку донецкую. Зажигаем лампадки и угощаемся блюдом воинов Чингисхана – борциками. Сегодня Новый год по-калмыцки. Бурый и гималайский спят, несмотря на погоду, а белым спячка не нужна. Сегодня в России день медведя. Надо ему дать подстилку, не мешать ему, он заснет. 15 и 13 лет колонии общего режима за терроризм и бандитизм. Приговор двум участникам банды Шамиля Басаева оглашен сегодня в Северокавказском окружном военном суде. Рамзан Белялов и Магомед Маздаев обвинялись в особо тяжких преступлениях, в том числе нападении на город Буденовск в 95-м году. На какие факты, опираясь, вы мне дали 15 лет? Вот этот, вы обоснуйте, пожалуйста. Осужденные и их защита с переговором не согласны. Но преступление было страшным. В июне 95-го 160 боевиков под руководством Басаева захватили в Буденовске Ставропольского края полторы тысячи заложников. И в итоге 129 человек погибло. И следком доказал участие сегодняшних подсудимых в том зверском теракте. Задержали Белялова и Маздаева в 2014 году. Данное уголовное дело поступило на рассмотрение в Северокавказский окружной военный суд в сентябре 2017 года. В ходе судебных заседаний были допрошены более 30 свидетелей, потерпевших по данному уголовному делу. Объем дела составил более 230 томов. К лишению свободы на сроке от 11 до 15 лет уже приговорены 28 участников нападения на Буденовск. В федеральном и международном розыске 29 боевиков. Шамиль Басаев был ликвидирован в 2006 году. Зеленым технологиям зеленый свет. В Москве проходит вторая международная выставка «Экотех-2017». Этот форум собрал ведущих экспертов и специалистов по экологичным технологиям со всего мира. В день открытия форума Донской губернатор подписал сразу три соглашения в сфере экологии на общую сумму почти в 1 миллиард рублей. На Донском стенде результаты работы региона в год экологии. Экспозиция посвящена экологической безопасности. И в сравнении с прошлогодним форумом выросло почти вдвое. В числе первых гостей спецпредставитель президента по вопросам природоохраны деятельности Сергей Иванов. Вспоминая свой приезд на Дон прошлой весной, интересуется, как себя чувствуют сайгаки, которых лично выпускал на воле. Сайгаки нормально, но я их не видел передачи, которых мы отпустили. Поэтому они нормально. Мы-то с вами их видели. Куда же они делись? Они в природе сегодня живут. Или опять в кавыке сбежали? Нет, они на месте. Василий Голубев подарил Сергею Иванову красную книгу Ростовской области, дополнить которую поможет новый проект. На форуме в Москве губернатор подписал соглашение с ассоциацией «Живая природа степи». На каскаде Веселовского и Пролетарского вдохранилишь до 2020 года построят вольерный комплекс для содержания редких и исчезающих видов животных. Мы сейчас серьезно взялись за восстановление популяции сайгака. Сперва в неволе, потом в полной неволе, потом в выпуске на волю. Теперь результаты есть. Нужно просто увеличивать вольерный комплекс, увеличивать поголовье, которое привлекает более серьезную науку. Это одно из направлений. Второе – это сохранение популяции дикого серого гуся нашего местного. Более полумиллиарда рублей инвестирует в сохранение донской экологии компания «Балтика». На территории ростовского завода уже строится комплекс биологических очистных сооружений. У нас с компанией уже традиционно сложившиеся отношения, связанные с развитием производства, с реализацией ряда задач по его модернизации. Наступило время, когда нам необходимо, с учетом развития производства, заниматься более основательно как раз вопрос, связанный с экологией и очисткой выбросов. И компания решила вложить сюда серьезные финансовые средства. Это актуально для Ростова, актуально для области. Современные очистные сооружения будут и у строящегося в Волгодонске завода по глубокой переработке зерна для производства аминокислот. Компания «Донбиотех» намерена вложить в проект очистки 347 миллионов рублей. А весь комплекс будет достроен уже в следующем году. Область помогает нам активно. Она субсидирует наш проект уже на прежнении 5 лет. В этом году мы в конце декабря запустим первую очередь и в следующем году вторую очередь. Спасибо большое всем. Для нас очень актуальна переработка, тем более глубокая переработка зерна. Это развитие уже в одноодство, птицеводство. Это совершенно новый уровень. Это, в конце концов, импортозамещение. Центральное событие форума «Экотех» – Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Выступая с докладом, Василий Голубев поднял тему борьбы с нелегальными вырубками зеленых насаждений. Необходимо принятие на федеральном уровне методики, которая позволит определять размер вреда насаждения и взыскивать свиновных ущерб. Также губернатор рассказал, как в регионе реализуются программы по закупке экологически чистого транспорта. Только в этом году на приобретение автобусов на газомоторном и дизельном топливе направлено более полутора миллиардов рублей. Анна Туполева, ДОН, 24, Москва. Кредиты всего под 5% годовых смогут брать компании-экспортеры в региональном агентстве поддержки предпринимательства с 1 апреля. Донские производители продают свой товар в 133 страны, но половина экспорта – сельхозпродукция. Как увеличить долю непродовольственных товаров, говорили сегодня на первом заседании экспортного совета. Провел его губернатор. Ростовская область стала пилотным регионом по внедрению экспортного стандарта. Речь идет о всесторонней помощи компаниям, торгующим не только внутри страны, но и за рубежом. И многие из них продают продукцию под брендом «Сделано на Дону». На Краснодар это подействовало. Они приняли этот бренд, «Сделано на Кубани» на прошлой неделе. Ну, повторили. Это, возможно, шутка, но, тем не менее, это хороший пример, и хороший пример нужно обязательно брать. В этом году 11 компаний-экспортеров получили субсидии на общую сумму 11 миллионов рублей. Господдержка нужна для продвижения сертификации продукции и транспортной расходы. Небольшим компаниям необходима помощь в организации встреч с иностранными партнерами. Я вот вел переговоры с нашими коллегами с экспортного центра. Я приятно поражен был о том, что они берутся за ведение и переговоров на территории, используя наши посольства и торгопредства. Это для себя большое подспорье. И это, я считаю, надо популяризировать. На работу центра поддержки экспорта в следующем году потратят около 12 миллионов рублей. Вы должны дойти до каждого бизнесмена, до каждого производителя, который сегодня готов рассматривать свое участие в производстве, затем в экспорте продукции не только на внутренней рынке, но и за пределы страны. То, что мы здесь с вами поговорили, это не должно остаться в этом кругу. В этом году промышленность Дона приросла на 11%, а средний показатель по стране всего полтора. Воловой региональный продукт вырос на 4%, до триллиона 400 миллиардов рублей. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Самый большой двор Донецка теперь еще и самый красивый. Жильцы восьми домов третьего микрорайона объединились и первыми воплотили проект формирования комфортной городской среды. Площадь этого двора 2 гектара и живут в нем больше тысячи человек. Этот двор известен на весь город и называют его Москва. Среди многоквартирных домов уместился детский башенный игровой комплекс в виде Кремля. И именно отсюда в регионе запущен хэштег «ЖКХ меняется». Мне тут нравится играть, бегать. И еще мне нравится тут кататься на голках. Очень-очень красивая площадка, весело. Просто спасибо. Очень удобно, прямо все весело. Яркие цвета очень. Прямо с любовью строились, душой. Быть первопроходцами федерального проекта было страшновато. Люди неохотно шли на контакт, но активисты не отставали. Ведь на преображение двора пошло больше 26 миллионов федеральных и областных бюджетных рублей. И лишь один процент софинансировали жителям. У нас на квадратный метр 8 рублей 41 копейка. Вот я заплатила с трехкомнатной квартиры 530 рублей. Это мизер. Я сказала килограмм колбасы. Ну правильно? Ну съел и ничего. А здесь вот килограмм колбасы какая-то благодать. Правда, я поменяла килограмм колбасы или два килограмма на площадку на детскую. И не только на детскую. Те, у кого нет детей, предлагали на собраниях обустроить место для занятий спортом. И получилась площадка с тренажерами. Ходим, часто занимаемся. Потому что спорткомплекс дорогие, спортивные залы. А это есть возможность без слата позаниматься, набраться сил. Учли и заявку на место для проведения больших праздников. Построили большую беседку и хозяева восхищаются. Хоть в свадьбу играй. А тем, кто вдруг поссорится, областное правительство подарило скамью примирения. Результат очевиден. Мы его сегодня видим. Это город Донецк. Такая прекрасная территория, которую мы видим. Какие детские игровые площадки. И огромная территория. Это 8 многоквартирных домов объединились и сделали такой прекрасный проект. Достойно уважения наших людей. Молодцы. Честь и хвала им. И проект будет продолжаться до включительно 2022 года. На благоустройство донских дворов, парков, площадей в этом году выделено миллиард 200 миллионов рублей. В 2018-м федеральный бюджет предусмотрел еще больше миллиарда. Софинансирование региона предусматривает 159,5 миллионов. Но губернатор выделил из областного бюджета 413 миллионов дополнительно. Елизавета Лосева, Фатима Зурабова, Алексей Масленников, Дон-24, Донецк. Куда расселят бродячих кошек и собак к чемпионату мира по футболу? И когда для четвероногих построят новый большой дом? Волнующие любителей животных темы обсудили в пресс-центре Дон-Медиа. За круглым столом предлагали идеи, спорили представители городской администрации, Минжи КХ и Центра безнадзорных животных, волонтеры, зоозащитники и журналисты. Сколько по Ростову бегает ничейных жучек и мурок, точно никто не знает. Последний мониторинг проводили в 2015-м. Тогда насчитали 5000 бродячих животных. Сегодня, скорее всего, эта цифра выросла вдвое, предполагают специалисты. Отлавливать, содержать и пристраивать в добрые руки такое количество четвероногих нынешний городской центр безнадзорных животных не может. Слишком мал. Очень много идет заявлений от населения города на отлов животных. Этот центр, эта площадь, территория МГУ ЦБЖ не позволяет производить такое большое количество отлова животных, чтобы их разместить именно на территории. Выход один – строить новый современный центр. И такой в Ростове планируется. На полторы тысячи мест, обещают городские власти, уже нашли подходящий земельный участок. Первый этап большой мы сделали. Мы уже оформили три гектара земли на улице Каскадная. Сегодня оформлены права собственности на эту землю. И сейчас идут предпроектные проработки по строительству нового современного центра. Но к чемпионату мира по футболу, конечно, центр не построить. Не хватит времени. А животных с улиц нужно убрать. Этого требует ФИФА. Городские власти предполагают развернуть на каскадные временные вольеры, пока центр проектируется. Также рассчитывают на помощь горожан и частных приютов в расселении кошек и собак. И заверяют – никаких убийств животных или вывоза их за пределы города не будет. Виктория Щетинина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Пролетарский район Ростова, где в августе выгорел целый квартал, возглавит новый руководитель. 19 декабря в должность главы района вступит 30-летний Егор Далматов. Последние пять лет молодой чиновник работал в администрации Ворошиловского района. Был замом главы по благоустройству, затем по вопросам ЖКХ. Прежний руководитель пролетарского района Юрий Поляков после разрушительного августовского пожара ушел с поста по собственному желанию. Записки начальника пресс-центра могут стать учебником в Академии Генштаба. Книгу Геннадия Алехина «По ту сторону Чеченской войны» представили в Ростове. Это рассказ о событиях на Северном Кавказе и непростых взаимоотношениях генералов и прессы на фоне информационной войны. Были запреты, была фактически введена цензура. И одним из первых, кто переломил эту ситуацию в генеральском корпусе, был Геннадий Николаевич Трошин. Он понимал значение информационной войны, он понимал, что нужно строить нормальные доверительные отношения с прессой. Это книга воспоминаний не только о военных участниках тех событий, но и о коллегах-журналистах в зоне боевых действий. Здесь обычно с аэродрома, здесь военный, улетал туда. А там, как обычно, журналисты все собираются в хангале. Девятый вагон, все помнят, что это все жили в девятом вагоне. И тогда у Троша был пресс-секретарь Геннадий Альфиндарь. И вот мы с ним договаривались, когда у нас было, он аккредитовый, по сути дела. Эти записки – кирпич со спрессованным временем, написал на своей странице в соцсети полковник Геннадий Алехин. Часть тиража выкупил фонд имени Геннадия Трошева. Хорошо, что она вышла. И я надеюсь, что вот эту книжку будут читать и изучать в Академии Генштаба, в других военных академиях, потому что вводят курс для военнослужащих людей по умению вести вот такую войну, а именно войну информационную. С Новым Калмыцким годом! Сегодня этот народ отмечает праздник Зул. Именно в этот день все калмыки становятся на год старше. За праздничным столом мы узнали, что ели воины Чингисхана и как укрепляли кольчугу чаем. И еще о том, что буддийские монахи видят 2018-й спокойным для нашей страны. В периоды, когда наступает свой год, в астрологии буддистской они считаются неблагоприятными. Это 12, 24, 36, 48, 60. И по традиции считается, что такой год, ну самое страшное, что может нести себе, это то, что угроза для жизни. Это предупреждение для тех, кто родился в год собаки или год дракона. А чтобы исключить опасность, нужно идти в храмы Хурулы и читать молитвы на продление жизни. Зул в переводе с калмыцкого лампада – духовный праздник. В этот день зажигают лампадки и готовят национальные блюда. На новогоднем столе, как и сотни лет назад, одно из главных блюд – борцаки, жареные в масле пышки. Как сдобное тесто готовят, делают, раскатывают и делают такие разные фигуры. Вот они. Первое приготовленное блюдо, борцаки, мы несем, делаем подношение. Дэй-джи или первое подношение делают четырем прародителям, а потом всем богам. Просят продление жизни себе и близким и молятся во благо всех живых существ, растений и животных. Лампадка – символ жизни, и тушить ее нельзя – плохой знак. Борцаки называют едой воинов Чингисхана. Они сохраняют свежесть 8 месяцев. Каждый воин брал в поход по два мешка. Весом всего лишь 35 килограмм каждый сбоку пристежной лошади. И достаточно не нужно было останавливаться, он на ходу мог кушать Чингисхан. Также рядом висели бурдяки с арка волочной моткой, а с другой стороны висели кисомолочными напитками. И как же без жамбы – калмыцкого чая. Его варили с молоком, солью и маслом. Этот калмыцкий чай охлаждает в жару и согревает в холод. А вот воины Чингисхана ценили его не только за вкусовые качества. Такие плиты шивали в ткань и использовали как броню. Потому что подобный кусок не рубит сабля, не пробивает пика и даже сейчас не берет мелкокалиберная винтовка. А пельмени Чингисхана или береги делают из говядины или баранины и заплетают тесто косичкой. В этот день принято размышлять о своей жизни и символах, данных монахами при рождении. Хранителям Бориса Чурюмова 86 лет назад назначили черепаху. Меня называли БМБ. БМБ это означает шатер. Я родился и следственные служители определили, что это шатер полной жизни. Что я все 12 стадий своей жизни до 84 лет буду полной жизни. И я таким и состоялся. Белый шар в ходак – символ чистых мыслей и пожеланий беспрепятственной жизненной дороги. Повязывают дорогим гостям в любой праздник. В этот день можно загадывать любые желания. Все они исполняются, вселенная их примет. И если ваши помыслы чисты, они будут выполнены. Для православной жены Бориса Чурюмова Людмилы калмыцкий Новый год давно стал своим. Разница в праздничных обычаях крепкой семье не помеха. Это уже ритуал, можно сказать. Новогодние праздники, и они радостные праздники. Поэтому хорошо, что их много. Тана, насн, уте, болг. Пусть ваши годы продлеваются. Так принято говорить в ЗУЛ. Олеся Слонько, Тагир, Фатахов, Дон-24. Калмыкия и Ростов-на-Дону. Царь леса – один из символов России. В России отмечают сегодня собственный праздник. На земле всего семь видов медведей. В ростовском зоопарке можно увидеть три – гималайского, бурого и белого. Считается, что сегодня день, когда медведи, кроме полярных, ложатся в спячку. Но в теплом Ростове могут быть сомнения – уснут ли косолапые при весенней температуре воздуха. Бурово и гималайских мишек нам увидеть сегодня не удалось. Отправились косолапые на зимнюю спячку. Считается, что именно сегодня день укладывания медведя в берлогу. Но животные в календарь не смотрят. У каждого свои привычки и характер. Вот гималайские уже как месяц спят. Только это не полноценный сон. Разбудить Михаила Потапыча легко с шумом или даже движением. В лесу тогда точно никому не поздоровится. А в зоопарке медведь выглянув, проверит, что нет опасности, и продолжит зимний отдых. Дикие косолапые долго готовят место для сна. А здесь лишь подают знаки зоологам. Он сам начинает отказываться от еды. Медведь, значит, он готов уже. Он круглеет, он становится вальяжный. Он уже спать, ему хочется глазки красные. Ну, то есть, надо ему дать подстилку, не мешать ему, он заснет. А вот белым медведям не до сна. Комета все так же резвится и играет в бассейне. Ей зимний сон нужен только во время беременности. Бурым медведям приходится спать из-за нехватки еды. В зимнем лесу ее найти трудно, а белый найдет пищу всегда. Поймает рыбу или тюленя. Зимой даже легче охотиться. Белые, они больше, вот как это, именно хищники. А вот бурые, гималайские, у нас, то есть, они вот летом, они у нас питаются, там и хлебушек можно, и яблочки, и морковки, и вот все эти там сезонные ягоды, фрукты, которые нам идут. Вот, то есть, они более, у них более разнообразные вкусовые предпочтения. Полярные медведи – самые крупные сухопутные хищники. Вырастают до трех метров, а вес может превышать тонну. Кстати, у белых медведей есть свой отдельный праздник – 27 февраля. Кометия Якуту здесь комфортна, но в зоопарке планируют еще расширять их территорию. В следующем году здесь появится открытый вольер для целого семейства. Белые медведи будут играть еще и на зеленой траве. Евгения Слинкина, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова